Всем привет! Играем в Фазмофобию Солокошмар Тэнгл Вуд! Первый раз записываю видос после стримовки над Холланд про нормальное влияние свеча ДТК РМП. Я имею ввиду первый раз с обновлением 0.6.2. Играю на кошмаре, потому что... Ну вот, почему-то так решила моя душа. Может быть я передумаю, может быть решу, что это все не мое. Оно мне не нужно. Ага, спасибо большое. Две отбылось. А? Это кухня. Пегасе сразу взаимодействие, да? И вот эту дверь, да, ты потрогал? Все хорошо, я тебя понимаю. Так, еще шкафчики, допустим. А где ты обитаешь? На кухне или в подсобке? Это в целом достаточно неважно, потому что я уже здесь. Так, дверь еще одну тронул. Окей. Решила я играть на кошмаре, потому что... Ну так как-то больше челленджа, как по мне. Детектор МП сработал великолепно. Вот. Если это будет какой-то старый призрак, то как бы... Окей. Скорее всего, я его определю, наверное, и на кошмаре. У тебя, конечно, есть это не Юрэй, не Юкай, не Рэйдзю. Иначе будет не очень приятно. Так. Собственно, отпечатков нет. Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты молодой? Ты на кухне или в подсобке? Такое ощущение, что ты в подсобке. Ты в подсобке. Великолепно. Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты молодой? Ты злишься? Ну, не злишься и не злишься. Ладно. Чё бухтеть-то? Так, арбы нет. Если я правильно на это всё смотрю. Пятков тоже нет. Что у нас тогда может ещё быть? Дотс-блокнотс. МП5, возможно. Минусовая. Варианты есть. Давайте раскидаем всё. А потом пойдём искать кости. Пойдём искать проклятый предмет. Так. Куклы Вуда у нас нет. Если я правильно поняла, возможно у нас доска Уиджи. Пойдёмте сходим вниз, посмотрим. Доски нет, нычки в подвале нет. Хорошо. Но у нас вроде шкафчиков достаточное количество. Что у нас ещё может быть? Зеркала у нас нет. Круга призыва у нас нет. Значит, у нас шкатулка, скорее всего. Нет, у нас не шкатулка. А что у нас тогда? У нас тогда карты Таро. Карты Таро. Совершенно верно. Карты Таро, допустим, здесь. Ты молодой. Ты злишься. Дай мне знак. Точно здесь. Не обманываешь меня? По-моему, обманываешь. Ушёл уже. Нет? Всё, тогда прости. Занимайтесь тогда, чем вы там занимаетесь. Пожалуйста, не мешаю. Так, Таро я сфоткала, я кость не нашла. Держим это в уме, стараемся не... Ооо, какой засвет великолепный. Давай на зелёнки смотрим. Я думаю, что должен быть лазерный проектор. Скорее всего. И это будет нашей первой уликой на кошмаре. Потому что пока я не получила ничего. Минусовой там нет, на радио не отвечает. МП-5, допустим, не показывает. Призрачного конька нет. Лазер он тоже не то, чтобы прям, горит, желанием показать. Да ладно. Я была уверена, что он лазерный проектор. Свечки, да? Хорошо, свечки. Так, свечки, допустим. Я ещё тогда возьму одну тетрадь. Пойдём посмотрим, что там за призрак. В целом можем вызвать охоту и по охоте уже отсечь большое количество призраков. Так, расскажи мне... Мне кажется, он куда-то сбежал. Там. Всё сюда тащить теперь. Скотина ты. Карбы нет. Быстро перемещается. Так, сюда-сюда. Допустим, сюда. Допустим, сюда. Ты молодой? Ты злишься? Опачки. Дай мне знак. Дай мне знак. Ты молодой? Вообще, на стриме мы решили, что это отличительная черта диагена. Но мы можем ошибаться. Потому что нам такое встречалось всего один раз, когда, типа, у тебя попадается диаген, и он дышит, как сумасшедший у тебя в радиоприёмник. Это достаточно неожиданно, скажем так. Поэтому всегда вызывает такой какой-то ужас, смешанный с восторгом. Хотя, мне кажется, на стриме был, в основном, ужас, всё-таки, чем восторг. Но звучало это, правда, очень, так, как-то, ну, не то чтобы трагично, но... Чпонько. Тревожно, тревожно, скажем так. Если это диаген, то нам на диагена ещё нужен блокнот и лазерный проектов. Пойдём смотреть. Давайте посмотрим, как бы, если вдруг мы видим либо блокнот, либо лазер. То, в целом, это уже похоже на то, да, что мы имеем... Да, мы видим лазерный проектор. Великолепно. У меня, короче, есть теория, что вот это дыхание в радио без ответа является указанием на диагена. И при этом радиоприёмник – это обязательная улика для диагена. Как минусовая для ханту, отпечатки для абакия и лазер для горё. Потому что, если это его секретная обилка, а я это встречаю уже второй раз, как я вам сказала, да, мы сейчас обязательно вызовем охоту, посмотрим, диаген-то или нет. Потому что диагена очень легко отличить визуально по мансам. Единственное, что у меня карта Таро, конечно, не очень удобная штука, чтобы вызывать охоту, но тем не менее. Вот. Если окажется, что это всё-таки диаген, то прям история про то, что радиоприёмник – обязательно улика для диагена, становится очень... высоковероятная, скажем так. Поэтому мы сейчас берём благовоние, садимся тянуть карты Таро. Ну и в целом, хорошо проводим время, вероятно. Если это не диаген, а, например, фантом, то мы это сразу заметим. Тебил, окей. Дыши. Конечно. Тауор. Дёрнул шкафчик. Дурак. Хёрмит. На что я рассчитывала? Атака. Отлично. Смотри. Сюда всё-таки, да? Вот, видите, у диагена есть отличительная черта. Он очень сильно тормозит на углах. Он теряет меня из виду. И начинает на углах прям притормаживать. Это работает вокруг, скажем, любого стола, машины или чего вы там ещё заходите мансить. То есть он, когда вас видит, он очень сильно разгоняется. Когда он вас не видит, он очень сильно тормозит. От диагена спрятаться невозможно, он вас найдёт. Соответственно, ваша единственная надежда – это мансы. Можете мансить вокруг любого объекта, который вы можете обойти по кругу. Если это тенглбуд, это может быть машина. Если это риджвью, это может быть стол, который там стоит в столовке. По-моему, его можно обойти, если я ничего не путаю. В Эджфилде – это гостиная сразу первая, которая налево, там вокруг дивана можно бегать. Ну, короче, везде можно бегать. Это совершенно-таки диаген. У него обилка заключается в том, что пока он вас видит, он... Пока он вас видит, он ускоряется. Когда он вас не видит, он не ускоряется. Это такой ревенант наоборот. И он единственный дышит в радиоприемник, как мне кажется. Но мы другого не встречали. Может быть, это было добавлено специально в этой текущей обнове, чтобы нас запутать. Но вот у меня уже два раза встречался диаген, который хрипит, сипит в радиоприемник. Поэтому, скорее всего, это его отличительная способность. А чтобы она работала, мне кажется, что радио должно быть обязательной уликой, как я уже сказала. Если это будет так, то это очень круто. В общем-то, через две недели Сиджи и остальные разработчики обещали нам показать расширенные патчноуты, где будут описаны скрытые обилки новых призраков. Вот тех трех, которые добавили в обновлении 0.62. И мы там узнаем, в общем, что там с этим диагеном не так. Но мне кажется, очень хорошая теория, стройная. По крайней мере, чтобы работала эта секретная обилка, действительно нужно, чтобы радио всегда было у диагена. Если у вас кошмар, у вас призрак прячет одну улику. Соответственно, получается очень круто, если, например, на кошмаре диаген радио не прячет, чтобы обилка сработала. Третий раз, мне кажется, повторяю одну и ту же мысль. Но я надеюсь, я смогла ее до вас довести. Быстрая катка получилась, но он сам спалился, его никто не заставлял. А мы с вами посмотрели еще на вот это характерное дыхание, которое, мне кажется, я надеюсь, является отличительной способностью именно диагена, а не всех призраков. Что типа нам, как будто бы нам это добавили как дополнительное взаимодействие с радиоприемником. Надеюсь, что все-таки моя теория окажется верна. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на наш лёрд в описании канала, а также в шапке его. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока.